Шестаки В центре деревни Шестаки посадили 82 дуба. Именно столько шестаков не вернулись с фронтов Второй мировой войны. Моё мнение, что в наше время стали уже забывать то, что было, то, что пережили наши люди. И наши уже правнуки, по-моему, не будут знать, если это сейчас не вписать в историю. Аллею памяти сделали с помощью властей, но по своей инициативе и за свои средства. Когда мы начали возобновлять историю наших предков, мы собирали деньги на эти памятные знаки. И вы знаете, к кому мы не обратились, нам никто не отказал. А мы обращались даже к тем, кто выбыл из Шестаков давным-давно, но родом отсюда. И люди давали деньги. Нина Сильченко, как староста деревни, заняла первое место в соревновании среди органов местного самоуправления за 2016 год. Она, уроженка Шестаков, работала финансистом в Могилёве, после выхода на пенсию вернулась в родные места. Планировала, что ненадолго, но оказалось, уже прошло 13 лет. Мы хотим восстановить деревню в фотографиях, поэтому мы собираем фотографии. Люди с разных уголков присылают фотографии из личных архивов. А вот свадьба, как раньше делали. Видите, вот это председатель сельского совета. Вот это мой брат двоюродный там в сельском совете работал. Где же невеста? Вот невеста, а это подружки. А жених снимал. Да, в Шестаках, известных еще с первой половины 19 века, осталось немного постоянных жителей. Вот где вы сейчас стоите, это называлось китайский пахелок. Ого, даже китайский. Китайский, цветушный китайский. Вот представляете, вот от того конца и вон до того конца у нас было 80 с лишним детей. А что сейчас? Сейчас ты да я, мы с тобой его остались в серединке и все. Но летом здесь много детей. В Шестаки приезжает больше сотни дачников и их гостей. Природа тут красивая, неплохо бы в Шестаках дачу иметь. И вот как раз таки много могилевчан сюда приезжают летом. Причем так здесь повелось, что дачники заботятся не только о красивых подворьях. Кроме огородничества они закупают на сезон птицу и кроликов и держат небольшое домашнее хозяйство. Без счастья? Ну, я думаю, много не надо. Вот как у меня маленькое хозяйство, природа и живи с удовольствием все. Коренные шестаковцы к дачникам относятся как к своим людям. Мне кажется, все хорошие. Ну, правда. И с кем, кто не убатишь, поздоровкаешься и постоять, и погомонючь, и гулять к нам приходишь. И еще. Дачники не просто гости, они участвуют в жизни деревни. Посмотрите, возвели памятники. Я считаю, что это героический поступок нашего старосты. Она нас вдохновила, она нас всех на это дело сподвигла. И с помощью всех людей у нас теперь такая красота. Аллея, музей, хозяйство. Сельчане еще просят местной власти открыть дорогу, которая сделала бы деревню ближе к областному центру еще на десяток километров. В общем, все средства хороши, чтобы шестаки выжили. И память о шестаковцах сохранилась для истории.